в общем друзья всех приветствую хотел знаете что показать вот сейчас пришлось снять обои которые я вот здесь вот наклеил на эту стенку ну тут с ним снял обои просто потому что заказчица в общем ей эти обои не понравились с этой стороны у нас фреска вот такая и она в общем такие вот обои купила и вот короче они не понравились она решила их заменить на вот эти вот обои эти я снимал но дело не в этом дело в том что впервые я тут испытал скажем так даже не жирая этого в общем вот эти вот обои они вот эта стена она была зашпаклевана самой дешевой полимерной шпаклевкой финишная полимерная шпаклевка геркулес это такая шпаклевка недорогая стоит она сейчас по ему 600 рублей мешок 25-20 килограмм наверно вот она как ее это бросок прямо один в один такая же полимерная шпаклевка еще какие на войну не знаю наверно какие-нибудь там может старать или что-то подобное есть но они даже по-моему получше и в общем смотрите на на штукатурку высохшую штукатурку была прогрунтована штукатурка была прогрунтована дальше нанеслась на два строя вот эта вот шпаклевка дешевая геркулес после этого я ее зашлифовал когда все просохло и загрунтовал грунтовал грунтовкой крепс белая ну хотел циризит циризит конечно получше но циризит желтит чуть-чуть тифинг грунт ну как бы смысла не было креп чуть подешевле и принципе тоже хорошая грунтовка все все это сделал через какое-то время нанес обои да все это высохло нанес обои вот и сейчас вот это испытание показала что даже самая дешевая шпаклевка нормально держится вот я снял обои нигде ничего не отошло то то есть стена была зашпаклевана хорошо нигде никаких ямочек ничего нету и нигде ничего вот обои снял нигде шпаклевка не отошло то есть можете под обои брать даже самую дешевую шпаклевку наносить ее главное после прогрунтовать и до прогрунтовать и да будет вам счастье и не надо вам тратить огромные деньги на ту же родбан пасту шитрок или еще какие-то дорогие шпаклевки под обои как то так